Здравствуйте! Вас приветствует ли радио компания «СКАД» в студии Катерина Клантаевская. Смотрите в нашем выпуске. Общая сумма 247 миллионов на три года. Решили не усложнять. Технопарк «Жигулевская долина» освободят от налога на имущество. Надежда сейчас может быть только на губернаторский корпус. Просят денег. Банки надеются на помощь государства для стабилизации кредитования. Очень отрадно, что в нашей самарской земле появляется вот эта вот святыня. Благая весть. В Самару привезли мощи преподобного Сергия Радмежского. ДТП со смертельным исходом произошло в Самаре на улице Молодежной вечером 22 января. По предварительным данным, водитель, 32-летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения. В половине девятого вечера пешеход переходил дорогу в зоне видимости водителя, где и попал под колеса автомобиля «Форд Фьюжн». Погибшему было 40 лет. Водитель был отправлен на медицинское освидетельствование. В настоящее время идет проверка, в том числе тех дорожных условий, в которых произошло ДТП. Допустил наезд на пешехода и в последующем наехал на стоящую автомашину «Газель». То есть уже с пешеходом, так сказать, на капоте. Пешехода доставили в больницу Калинина. Он скончался от получения. Со слов водителя и очевидца, который сидел в «Форд Фьюжн» на заднем сидении, пешеход пересекал проезжую часть в непосредственной близости от нерегулированного пешеходного перехода. По фактам обращения вкладчиков в банк «Волгокредит», 23 января возбуждено уголовное дело. Более 400 человек могут быть признаны потерпевшими. 20 января в полицию обратилось сразу несколько десятков человек с заявлениями о хищении у них денежных средств со вкладов, которые были размещены в банке «Волгокредит». По версии следствия, с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица, в том числе сотрудники и руководители кредитной организации, путем внесения заведомо ложной сведения в бухгалтерскую отчетность, совершили хищение денежных средств, причинив ущерб банку в особо крупном размере. Ход расследования взят прокуратурой области на контроль. Ставки по кредитам растут. Банковские продукты теряют свою популярность у заемщиков. Руководители финансовых организаций в ближайшем будущем не ждут улучшения ситуации. И если дело не вмешается власть и не разработает программу поддержки, чего ждать заемщикам и вкладчикам, расскажем в нашем следующем сюжете. У банков мало денег. Это вызывает у обывателя непонимание. А причина проста. Банк сам под процент привлекает чужие деньги от государства, вкладчиков и юридических лиц. А потом уже из них выдает кредиты. Дешево сейчас средства не дают. Рубль нестабилен и все хотят подстраховаться. Ключевая ставка Центробанка, по которой он продает банкам деньги, очень высокая – 17%. Частные лица и организации тоже за малый процент банку свои кровные не дадут. Нет экономического смысла. Если мы привлекаем на текущий момент депозиты по ставке 15,2, депозиты юридических лиц привлекаем еще по более высокой ставке, соответственно, это будет сжимать рынок. Розничное кредитование должно сократиться в среднем на треть по системе. Дорогие деньги, которые банк привлек, выдать можно только еще дороже. Отсюда значительный рост процентов, который снижает спрос. Уже идут разговоры в финансовой среде о том, что размер ставки в 25% – это неподъемно ни для граждан, ни для организаций. По прогнозам банкиров, Центробанк ставку снижать не будет до конца первого квартала. Денег не хватает. Значит, не будет их в реальном секторе экономики, а также у граждан. Выход из положения есть. Сейчас государство выделяет более триллиона рублей для поддержки банковского сектора. Но отдавать их будут только крупным организациям. Их не более 30 на всю страну. И среди них нет региональных. Конечно, надежда сейчас может быть только на губернаторский корпус, который поддержит банки с точки зрения обращения в правительство, что все-таки, ребята, 30 банков – хорошо, но есть регионы, есть бизнес еще и в регионах. Мы надеемся, мы уверены, что в данном случае губернаторы выступят единым фронтом, понимая, что у всех проблемы одинаковые. В данном случае не один какой-то регион формирует эту норму поддержки, ее доказывает необходимость для своего региона. А губернаторы все вместе будут эту программу защищать. По прогнозам экспертов, ситуация с кредитованием прояснится к лету 2015 года. До этого гражданам придется умерить свой покупательский спрос во всех сферах – от потреб кредитов до ипотеки. Максим Остриков, Олег Павлов, СТВ Технопарк «Жигулевская долина» три года не будет платить налог на имущество. Законопроект, предложенный областными властями, обсуждали в Губернской думе. Инициативу депутаты собираются поддержать. Она позволит упростить бюджетный процесс. С подробностями наш корреспондент. Поправки в действующий областной закон о налоге на имущество организации обсуждали в Губернской думе. Изменения должны коснуться налогообложения технопарков. Рассчитан документ прежде всего на технопарк «Жигулевская долина». Согласно законопроекту, предполагается установить налоговую льготу сроком на три года. Как предполагается, получателями налоговой льготы будут управляющие компании технопарков, которые функционируют, как я уже сказал, в соответствии с законом о государственной поддержке на акционной деятельности и которые обеспечивают развитие и функционирование технопарков на территории Самарской области. За три года управляющая компания «Жигулевская долина», к которой относится специализированный имущественный комплекс технопарка, включая высокотехнологичное оборудование, должна выплатить бюджет Самарской области 247 миллионов рублей. Однако эти средства сначала должны быть выделены из областного бюджета в качестве субсидий. Новый закон позволит обойтись без лишних операций. Также депутаты рассмотрели инициативу о страховании средств ТСЖ, которые лежат в банках. Инициатива была поддержана, а список рекомендован расширить. Надо брать и остальные категории, фонды и все остальное. Тем более этот вопрос уже на уровне Российской Федерации рассматривался, поэтому мы выйдем, конечно, с инициативой, но ее надо немножко проработать и расширить категории граждан. Я считаю, никто в данной ситуации не должен пострадать. Всем надо возмещать деньги. Доработанное предложение будет направлено в правительство Российской Федерации. Великоленов, Николай Сидоров, СТВ. В студии появился мой коллега Александр Семенов со своей традиционной рубрикой «Ваши деньги». Здравствуй, Саша. О чем сегодня пойдет речь? Здравствуй, Катя. Самая свежая и полезная информация прямо сейчас для телезрителей. Дмитрий Медведев раскритиковал российских производителей за повышение цен в зависимости от курса. Премьер-министр Российской Федерации заявил, что внутрироссийские производители не должны повышать цены на продовольствие, пропорционально падению курса рубля. Цитата. Очень часто, когда речь идет о производстве наших товаров, в том числе продовольственных товаров, которые вообще никак не связаны с импортом, используется совершенно примитивная схема. Если ослабление рубля произошло в определенной пропорции, мы настолько же увеличим цену на товар. Это недопустимо. Конец цитаты. И продолжение темы. Производители хлеба прогнозируют рост цен на хлеб в рознице с середины февраля, передает ТАСС со ссылкой на члена правления Российского Союза предприятий хлебопекарной промышленности Алексея Лялина. В целом, по России прогноз составляет от 5 до 13%. Все заводы, которые вошли в экономическую нестабильность, подняли цены с 1 января, заявил Лялин. Тем временем ученые-экономисты выяснили, как изменилось потребление россиян в этом году. Результаты исследований оказались неожиданными. Первое, на чем люди стали экономить, это всевозможные снеки, сухарики, чипсы и орешки. Кроме того, наши соотечественники начали экономить и на алкогольной продукции. Но это не означает, что люди начали меньше пить. Попросту стали приобретать более дешевые виды алкоголя. А теперь расскажу о ценах на прилавках города. Приятная новость. На этой неделе особых изменений не было, лишь немного подорожали овощи. В среднем на 3 рубля за килограмм. А вот свинина несколько сбросила в цене. Это связано прежде всего с акциями в крупных сетевых маркетах. Остальные продукты питания остались на прежнем уровне. И на этом у меня все, Катерина. Берегите ваши деньги. Спасибо, Саша. Но мы продолжаем выпуск. И смотрите во второй части нашей программы. Чемпион, как говорится, не рождается. Поэтому мы, естественно, с малых лет просматриваем детей. В регионе продолжат развивать баскетбол. Этот вид спорта должен стать базовым для Самарской области. Продолжаем выпуск. Жизнь, которая превратилась в каждодневную борьбу за самого близкого человека. Семья Спрыгиных из Тольятти все силы посвящает маленькой дочери Ольге, которую по несколько раз в сутки терзают мучительные приступы эпилепсии. Местные неврологи смогли поставить точный диагноз. Требуется срочная операция. Но даже столичные нейрохирурги отказались. Редакция СТВ призывает телезрителей не оставить Спрыгиных один на один со своей бедой. Внешне пятилетняя Оля Спрыгина мало чем отличается от своих сверстников. Она посещает логопедическую группу детского сада и с удовольствием занимается творчеством. Поет, лепит, рисует, набирает сознаний. Настолько, насколько это возможно с ее диагнозом. Если кратко и по-научному, энцефалопатия с катастрофической эпилепсией. Какая буковка? А. А вот это какая буковка твоя родная? Вова. Вова. В. Папа твой, да? Папа. Олин папа работает охранником. Мама вынуждена постоянно присматривать за дочерью. Но мир не без добрых людей. Благотворительные фонды и добровольные пожертвования. За счет этого маленькой Оле покупают дорогостоящие лекарства. Но они лишь незначительно помогают превозмогать мучительные приступы, которые сопровождаются остановкой дыхания. Эти тревожные мгновения – настоящие испытания для всех близких девочки. Это, конечно, очень тяжело. Приступы, которые у нее с потерей сознания случаются очень часто. И в последнее время бывает так, что раньше как-то она об этом предупреждала нас. То есть начинала или плакать, или там какие-то звуки, какие-то движения особые были. А сейчас такие приступы, что просто взяла и упала. То есть за ней постоянно нужен контроль. Оля – долгожданный ребенок. Только спустя 20 лет ожидания обследования из Прыгина обрели родительское счастье. Девочка появилась с помощью ЭКО. Вы не представляете, я была какая радостная, что у меня наконец-таки совершилось это чудо, что она мне родилась, что не могла на нее налюбоваться просто. Вот. И вот такая у нас беда. Простите. До двух с половиной лет недуг никак не проявлял себя. Теперь, вспоминая события в одном из Толятинских роддомов, мама Татьяна рассказывает. Новорожденную несколько дней держали в кювезе с автоматической подачей кислорода. Причину руженица никто так и не назвал. И в медицинских документах это не отразили. Чтобы ребенок не видел родительских слез, мама и папа позволяют себе эту слабость только пока Оля, как маленький котенок, мирно спит. Котя, так ласково называют ее близкие. Каждый вечер, потому что и нервы уже, и это все происходящее вокруг. То есть, когда твоему ребенку предлагают здоровье, можно сказать, за деньги, а их нет. Единственным спасением может стать сложнейшая операция на головном мозге, которую в России не делают. Это счет из испанской клиники. Там оперативную помощь в перерасчете на рубли оценили в сумму, превышающую 5 миллионов. Всех неравнодушных, кто готов подарить маленькой Оле большую надежду, просит перечислять средства на банковскую карту или мобильные благотворительные номера. Дина Сметанова, Эдуард Растегаев, СТВ Из Москвы в Самару привезли мощи преподобного Сергия Радонежского. Одну из величайших святынь русской церкви доставили в пятницу утром. Считается, что преподобный Сергий, благодаря вере и любви к Богу, и усердным молитвам обрел дар исцеления больных. Приложиться к мощам великого святыня верующие смогут в храме всех святых. Подробности в нашем сюжете. Отец Александр провел в Троице-Сергиевой лавре три дня. Чтобы забрать мощи преподобного Сергия Радонежского, привез специально изготовленный мощевик. Это святой, который имеет действительно особую, скажем так, страницу в нашей истории. Действительно, это человек, который принес на Русь монашеский подвиг, противостояние вражеской силе. И, конечно же, очень отрадно, что в нашей самарской земле появляется вот эта вот святыня. И мы все с вами вместе становимся, у нас появляется возможность приложиться, поклониться мощам преподобного Сергия. Встречать святыню ранним утром на железнодорожный вокзал приехали не только священнослужители. Вот он покровитель наш. Я вот с детства его люблю. Я с детства езжу в Троице-Сергиево-Лавру. Мне помогает он в здоровье, в моих домашних, как говорится, ситуациях. В учебе помогает детям. Но в первую очередь преподобному Сергию молится для укрепления Отечества. Именно он благословит Дмитрия Донского на сражении на Кулевковом поле, где была одержана историческая победа нашей Родины, нашей исторической, как говорится, славянского нашего народа над татаром монголами. Пока приложиться к мощам великого святого, верующие могут в храме всех святых на улице Тухачевского. Они переходят во владение Самарской епархии, а далее будут выставляться в других храмах Самарской области. В регионе продолжают развивать баскетбол. Этот вид спорта признан базовым для Самарской области федеральными властями. Тем более, что для этого есть все предпосылки. Создана необходимая инфраструктура. Кроме того, играют и профессиональные команды. Причем на всех уровнях и весьма успешно. Об этом говорили на ежегодной отчетной конференции Федерации баскетбола Самарской области. Подробности у нашего корреспондента Александра Семенова. В регионе успешно работает так называемая баскетбольная пирамида. Начиная от спортивных школ и до профессиональных клубов. Причем Красные Крылья и команда Самара выступают весьма и весьма достойно в своих чемпионатах. Стоит отметить, что талантливых спортсменов отслеживают с детства. Успехов много, но и работы немало. Перед Федерацией стоят конкретные задачи, которые необходимо решать. Например, заниматься баскетболом должны все больше молодежи. И не только в крупных городах региона, но и на селе. На этой основе, чтобы мы могли отбирать перспективных, талантливых ребят, девочек, которые в будущем будут уже определять развитие баскетбола в профессиональных командах. Тренеров, воспитанники которых добились успеха, поощрили финансово. Это только небольшой стимул для дальнейшей работы. Все они буквально живут баскетболом. Команда Марины Курильчук победитель первенства России среди девушек 2001 года рождения. Чемпион, как говорится, не рождается. Поэтому мы, естественно, с малых лет просматриваем детей. Сейчас, ну, вообще очень много детечек сейчас приходит. Это большой плюс. К весне будет разработан ряд дополнительных мер по подготовке резерва из молодых баскетболистов и по повышению квалификации тренерского состава. Александр Семенов, Владимир Терентьев, СТВ. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самарские студенты познакомились с работой ОМОНа. Им показали специальную технику для выезда на особые задания. Кроме того, молодым людям предоставили возможность увидеть реальное боевое оружие. Многие из них впервые в руках держали автоматы и пистолеты. Практиковаться в стрельбе, конечно же, не стали. В общем, студенты остались довольны такой ознакомительной экскурсией. Некоторые из них признались, что не исключают возможности в будущем связать свою карьеру с работой ОМОНа. Ну, наверное, все знают специалисты на жару, правильно? А потом уже будете смотреть, если хотите сфотографироваться. В общем, мне очень понравилось, потому что до этого так вблизи и в жизни я никогда не видела такие машины. И тем более не бывала внутри. А в этот раз мне удалось даже не то, что побыть рядом, но и посмотреть изнутри, именно как это все устроено. И плюс нам сотрудники ОМОН также объяснили, как это все работает, где применяется. У меня на этом вся информация. Далее прогноз погоды и программа «Абзац». В завершении выпуска напомню сайт Георгия Лиманского – gslimansky.ru. Читайте наши новости первыми в социальных сетях, в группах «СКАТ» и «СТВ Самара». И заходите на сайт телерадио компании «СКАТ». Я же с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. Удачных выходных! Удачных выходных!